Всем привет! На связи Федор Васильев. В этом видео я расскажу о новой возможности компонента Gridbox 2.3.1. Компонент обновился. Давайте посмотрим. Перейдя в компоненты Gridbox, первое обновление, о котором я хочу рассказать, это теги приложения Blog. Можно кликнуть по тегам, и здесь у меня тестовый тег Demo. Мы можем создавать теги прямо отсюда. Мы можем редактировать теги, кликнув правой кнопкой мыши по тегу, вызвав модальное окно, нажав настройки, также можно создать копию, удалить. В настройках гибко мы можем настроить большое количество параметров. Вы это видите. доступ, язык, описание, изображение и даже SEO параметры. Следующее нововведение коснулось Gridbox. Вертикальное выравнивание любого содержимого. Перед вами сейчас две колонки и содержимое кнопкой и текст у меня находится на верхней границе этой колонки. Теперь в новой версии Gridbox нажимаем здесь на карандашик. Во всплывающем окне, вот здесь появилась новая опция, контент Allegan, выравнивание. И мы можем выровнять по трем позициям. Это сверху, как сейчас это задано, середина и низ. То есть я просто кликаю по середине, и вы видите, контент выравнивается по середине внутри колонки, или по нижнему краю. То есть вот такая вот новая фишка есть в Gridbox. Я считаю, это достаточно полезное нововведение. И последнее. Появился новый плагин Cookies в Gridbox. Давайте его рассмотрим. Кликнем по плюсику. В разделе информационные появился новая иконочка со знаком вопроса и с названием Cookies. То есть это всплывающее окно, которое будет показывать вашим пользователям, что ваш сайт использует куки. В некоторых случаях законодательство требует, чтобы на вашем сайте отображалась эта информация. Поэтому в любом случае это полезное нововведение и в любой момент может нам пригодиться. Ничего там сложного нет. Мы просто кликаем по этому плагину. Он появляется вот здесь вот внизу. И здесь есть три кнопки. Close, закрыть, delete, удалить и карандашик редактировать. Кликаем по карандашку. И что здесь есть. Сразу внизу вы видите появляется такое окно с английским текстом. Чтобы его лучше было видно, я сразу сейчас перейду в цвет и поменяю ему цвет. Вот внизу красная подложка. То есть это окно, оно будет прилипать к нижней границе браузера. Всплывать будет именно внизу. Но это можем изменить. На вкладке основные. Позиционирование. Мы можем выбрать сверху или снизу. То есть рекомендуется ставить такое окно либо сверху, либо снизу. Но у нас есть возможность поменять еще и сделать это окно во всплывающем огне lightbox, выбрав в макете выпадающем списке lightbox. Соответственно, как мы выбрали эту позицию, это окно можем закрыть. Здесь, как обычный контент gridbox, мы это можем все редактировать. То есть вот вы видите, я навожу мышь. Это у нас тут текст. Мы его либо переводим, либо пишем здесь что-то свое. Кликнув по карандашу, здесь меняется текст любой. То есть вот эта информация, что ваш сайт использует cookie. Вот здесь вот все это записывается. Также сама кнопка редактируется. Также здесь нажатием на карандаш. Здесь вы можете поменять название кнопки. Ну здесь я уже подробно не останавливаюсь, потому что здесь штатные настройки, о которых я уже много рассказывал. Здесь все настройки абсолютно штатные. То есть вот так вот легко это окно настраивается. И, соответственно, давайте посмотрим lightbox. Lightbox позволяет разместить такое окно в четырех позициях. В левом верхнем углу, в правом верхнем углу, в нижнем левом углу и в нижнем правом углу. То есть просто выбираем. То есть это уже не прилипает к верхушке браузера, да? А это уже такое некое всплывающее окно. То есть вот таким вот образом. С другими возможностями обновления gridbox вы сможете ознакомиться на сайте разработчика. Если вы впервые видите инструмент gridbox, конструктор страниц на Joomla и хотите более детального изучить, то я предлагаю вам перейти на страницу презентации моего пошагового видеокурса для начинающих. Данную страницу вы сейчас видите у себя на экранах, где все подробно я описываю, как что нужно сделать. После изучения данного курса вы без труда сможете создать профессиональный, адаптивный, красивый сайт landing page в интернете. На этом видео я заканчиваю и увидимся в новых видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, не важно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены – мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова